Научно-производственный комплекс Дирал, предприятие блока безопасности госкорпорации Росатом, является постоянным участником выставки Интерполитех. В этом году в нашей экспозиции представлены как серийно выпускаемые изделия, так и новинки. Уже после сложившейся традиции мы начинаем знакомство с нашей экспозиции именно с новинок. И в качестве изделия, которое относится к системам обнаружения проноса провоза запрещенных предметов и веществ, мы представляем на этой выставке Интерполитех изделие, которое называется комбинированный прибор, а более точно это арочный металлообнаружитель с функцией радиационного монитора под названием спектр. Он, кстати, включен в рестор инновационной продукции Московской области. Что же делает его таким инновационным? А делает его, во-первых, инновационным три канала, которые заложены в это изделие. Это инфракрасный канал, который позволяет нам подсчитывать количество посетителей, скажем так, прошедших через него. Второе. Это радиационный канал, который позволяет обнаружить ядерные материалы и радиоактивные материалы. Причем мы этот прибор спектр сделали в кооперации Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Духова. То есть это полный жизненный цикл разработки изделия предприятиями госкорпорации вне имени Духова и научно-производственным комплексом Дедал. И третья инновация, которая зашита в этом замечательном комбинированном приборе, это металлообнаружитель, собственно говоря, сам металлообнаружитель, которым уже довешиваются все остальные опции. Итак, я предлагаю посмотреть, как же работает сам прибор, но перед тем, как мы проверим его, что называется, в бою, я хотел бы добавить, что у него пропускная способность как минимум 800 человек в час. И институционные характеристики у него позволяют его использовать на улице при температурах от минус 20 до плюс 50, то есть исполнение IP65. И дополнительно он выпускается серийно, уже есть предприятия, которые в очереди стоят за ним, и мы, естественно, всех удовлетворим, всем поставим в сроки с требуемым, естественно, уровнем качества этого изделия. Еще одна из характеристик, о которой я хотел обратить ваше внимание, это то, что он бывает в двух исполнениях, он бывает третьего класса и четвертого класса. В соответствии с этим он комплектуется либо четырьмя, либо двумя блоками детектирования, правильно? И сейчас давайте мы посмотрим, мы сейчас один из разработчиков этого изделия, Михаленко Вячеслав Александрович, он продемонстрирует, как работает прибор по каналу металлообнаружения. Вы видели, что сейчас сработал. Покажите по-разному, что у вас все-таки было, чтобы все увидели. Вот сейчас он показывает, значит, эквивалент гамма-излучения, то есть прибор комбинированный, он ловит гамма-излучение. И часто бывает, что нарушитель для того, чтобы спрятать источник гамма-излучения, он его экранирует в металлическом контейнере. Поэтому используется именно комбинированный принцип, где есть металлообнаружитель, как один канал, где есть радиационный канал. Мы сейчас видим, здесь на самом деле очень слабое гамма-излучение, это удобрение калийное, правильно? И для того, чтобы сработал прибор, он сейчас его будет просто близко подносить к самому блоку детектирования. Смотрим. Видите, сработал канал радиации. И если отложить источник гамма-излучения, взять предмет, он проходит сейчас, вы видите, показывает, что у него еще металлический предмет. Выложите, пожалуйста, что у вас спрятано с собой металлического. Вот он проносит сейчас имитатор холодного или огнестрельного даже. Это какой имитатор? Цветной металл, который соответствует какому оружию? Холодному, огнестрельному? Оболочкой, гранатой, цветом, металл. Вот. Элементом вооружения. Таким образом, оснащая, вооружая объекты КПП данным комбинированным прибором, вы получаете, вы значительно увеличиваете антитеррористическую защищенность этого объекта. Двигаясь от новинки, что называется, к новинке, мы переходим к следующему, к классу системы или комплексы для охраны протяженных рубежей, в том числе государственной границей. И в качестве новинки мы предлагаем заказчику, перед которым стоит задача построить протяженные рубежи, да еще такие, которые были бы необслуживаемые, да которые были бы с передачей секуляционной информации по радиоканалу, да которые еще имели бы систему автономного электропитания на основе альтернативных источников энергии. И вы сейчас скажете, а вообще возможно ли такое? Вот один из разработчиков этого изделия, начальник научно-исследовательского отдела, Львов Денис Дайвич, подтвердит, что это возможно. И кроме этого мы сейчас увидим, как же работает это изделие практически в реальных условиях. Денис Дайвич, сделайте, пожалуйста, преодоление рубежа. Это полевой провод. Он сейчас попробует сымитировать преодоление, и вы увидите, как сработает сам прибор по его индикации. Вот так будет преодолевать нарушитель в реальных условиях. Потому что по-другому данное изделие преодолеть, вы понимаете, только можно его перепрыгнуть или там пере... Вот видите, не было сработки. Была сработка? Была сработка. Значит, давайте еще для убедительности, да, потому что я засмотрелся на красивую проходящую девушку и пропустил самый важный ответственный момент. Давайте еще раз попробуем. Кстати, Денис Дайвич у нас осведомленный нарушитель, подготовленный, очень опасный, что он знает, как преодолевать. И тем не менее, все равно не удалось ему обмануть наше изделие. Теперь я видел, я теперь полностью сконцентрирован на приборе под названием вибромагнитометрическое средство обнаружения дрозд, которое, как вы видите, позволяет получить полностью необслуживаемые участки протяженных рубежей. Вы видите, что участок может быть занесен снегом, он может быть с травой, он может быть само заграждение с плющом, с вьюном. И данный подход, заложенный, данные физические принципы, заложенные в это изделие, позволяют так и оставить и работать это изделие вот именно в таких условиях. Когда вы видели, что произошло срабатывание, сигнализационная информация по радиоканалу передается на расстояние 30 километров на приемную аппаратуру. И что еще добавлено в это изделие, мы уже с вами говорили, это автономность. Автономность этого изделия, она обеспечивается за счет применения систем автономного электропитания на столе альтернативных источников энергии. То есть, по-другому, это солнечная батарея, которая находится с обратной стороны этого шкафа. А сам принцип, еще раз, чтобы все поняли, это обычный полевой провод, который, кстати, сращивается в полевых условиях, очень просто. Он вообще самый простой, дешевый провод. При перемещении этого провода в магнитном поле Земли, при вот таких вот движениях, которые необходимо сделать нарушителю для того, чтобы преодолеть это заграждение, происходит перемещение этого провода в магнитном поле Земли. И вызывает это сигнал тревоги, который обрабатывается алгоритмами, заложенными в блоке обработки. И вся эта информация передается по радиоканалу. Соответственно, у нас есть возможность уже сейчас заказчику предложить решение на базе изделия вибрационного вибромагнитометрического средства обнужения дрозд на тех участках, которые имеют высокую степень износа. То есть, если есть уже заграждение на участке, мы можем добавить это изделие и тем самым усилить, увеличить сигнационную надежность. Если есть элементы заграждения, мы можем поставить это изделие на элементы заграждения. Если есть уже, например, изделия, которые там стоят, мы можем добавить вибромагнитометрическое средство обнужения дрозд и тем самым еще раз повысить, усилить сигнационную надежность участка, рубежа, в том числе и протяженных рубежей государственной границы. И что напрашивается дальше? Напрашивается вопрос по комплексированию средства обнаружения с, например, двухспектральными системами видеонаблюдения. Это тоже есть. Это изделие, которое называется Кивер. Оно представлено за вот этим стендом. Вы видите здесь уже мультиспектральную систему обнаружения нарушителей. Она представлена двухспектральной системой видеонаблюдения Кивер со встроенной видеоаналитикой. Есть здесь два канала – тепловизионный, телевизионный канал. Ниже вы видите радиолокационную станцию. Все это является мультиспектральной системой обнаружения, которая позволяет обнаружить, захватить и вести нарушителя без использования средства обнаружения. А может работать в связке с средствами обнаружения маскируемого и заградительного типа. Здесь мы посмотрели с вами средства заградительного типа. А сейчас, двигаясь дальше, мы с вами видим, какие же новинки у нас есть в плане заградительных маскируемых средств, которые могут работать с мультиспектральной системой видеонаблюдения. Кроме этого, вы видите, здесь есть точечные датчики, которые позволяют реализовать концепцию создания превентивных рубежей раннего обнаружения нарушителей. И следующая новинка, которая представляет на стенде, я сейчас объясню, почему именно новинка, хотя изделие всем хорошо знакомо, это автономный пост технического наблюдения гренадер, он применяется для охраны протяженных рубежей, там, где нет возможности подвести питание 220, который требует автономности с точки зрения питания, с точки зрения передачи сигнационной информации и видеоинформации по радиоканалу. Это изделие, пускай с нашим предприятием, серийно в шести вариантах исполнения. И в качестве новинки, которую мы предлагаем на этой выставке, об этом мы будем завтра докладывать на конференции, это комплексирование автономного поста технического наблюдения с беспилотным летательным аппаратом. Когда на самом участке, на территории автономного поста, который называется линейная часть, устанавливается контейнер и по сигналу от средств обнаружения, это могут быть средства обнаружения заградительного типа, либо маскируемого типа. В автоматическом режиме взлетает беспилотный летательный аппарат, он выдвигается в требуемую зону и, соответственно, в двух спектрах, телевизионном и телепровизионном ведет наблюдение за участком и передает информацию на линейную часть, а уже с линейной части, на станционную часть по имеющемуся радиоканалу. Эта информация из сигнала телеметы, сигналы управления передаются оператору и он, соответственно, уже при использовании программных средств поддержки принятия решений, имеет возможность оперативно отреагировать и принять соответствующее решение. Вот такое вот замечательное продолжение модельного ряда автономных постов технического наблюдения, вот здесь представлен гренадер. И вот еще следующая новинка, относящаяся к классу средств обнаружения нарушителя, это уже средства обнаружения распределенные. Они представлены несколькими изделиями на этом стенде в рамках выставки Интерполитех. Это средства предназначены для обнаружения транспортных средств, обнаружения нарушителей, вооруженных, групповую цель средства обнаруживают, защища кабельного чувствительного элемента, уложенного в грунт. Также средства имеют систему передачи информации по радиоканалу на расстоянии до 30 км без ретрансляторов. Они легко могут комплексироваться с системами видеонаблюдения, в том числе кивер, который мы с вами сейчас посмотрели на нашем стенде, или вообще в целом с мультиспектральными системами видеонаблюдения, опять же, повышая сигнализационную надежность охраняемого участка. Вот эти изделия представлены на этом стенде, и принцип работы этих изделий, заложенный в средства обнаружения нарушителей, позволили нам решить задачу по обнаружению несанкционированных врезок в продуктопроводы. Это изделие, которое представлено на этом участке этого макета, оно предназначено для сигнализации фактов или попыток воздействия на участок продуктопровода. Информация также передается по радиоканалу, и комплексирование с системами видеонаблюдения позволяет реализовать комплексную систему, систему сигнализационного контроля и наблюдения для охраны линейных участков продуктопроводов от несанкционированных врезок. Кроме этого, заложенный принцип позволяет решить задачи по обнаружению подводных пловцов, я имею в виду магнитометрические средства обнаружения, потому что Дедал еще активно развивает направление по защите акваторий. Мы являемся разработчиками, авторами комплекта технических средств защиты акватории состава комплекса технических средств охраны Кедр-СМВ. Сам морской комплект у нас красиво называется Гардемарин. Это по факту шалонированная система активной защиты акваторий. И здесь два ключевых слова. Это активная и шалонированная. То есть система не только имеет несколько рубежей, но она активно воздействует на подводных пловцов. Вот в этом комплексе применены решения гидроакустические станции рубежного, зонального принципа, средства предупреждения, а если применительно к этому стенду, то магнитометрическое средство обнаружения или принцип обнаружения нарушителей, имеющих при себе ферромагнитные предметы, он реализован в изделии, которое называется Нептун, изготавливается на нашем предприятии и позволяет обнаружить подводных пловцов, имеющих при себе средства вооружения или снаряжения, которые несанкционированно приближаются к охраняемому объекту. Вот такие замечательные изделия представляет научно-производственный комплекс Дедал на выставке Интерполитех. А теперь мы приближаемся к участку нашей экспозиции, которая посвящена применению нейросетевых алгоритмов обработки сигнализационной информации при построении комплексных систем безопасности. Вы помните, на форуме «Армия-2019» я рассказывал, что на выставке Интерполитех мы обязательно к этому вопросу вернемся, потому что за научно-производственным комплексом Дедал закреплено направление, которое называется «Интеллектуализация систем физической защиты». Вот как один из элементов интеллектуализации – это применение нейросетевых алгоритмов обработки сигнализационной информации. На данном стенде представлены сразу несколько типов заграждений. Мы смотрим, это профлист, это решетка, и само изделие у нас называется «Картечь». Оно позволяет реализовать протяженные, защитить протяженные рубежи заградительного типа, которые состоят из разных типов заграждений. Это может быть профлист, решетка, сетка, бетон, кипичи, даже дерево. И плюс к этому это может быть один сплошной участок, состоящий из разных типов заграждений, как одна сплошная линия, и на каждом участке стоит один и тот же типовой вибродатчик. Здесь используется геофон электродинамический. Уникальность заключается в том, что каждый геофон, он интеллектуальный за счет применения нейросетевых алгоритмов обработки. Он настраивается оператором под каждый тип заграждения и позволяет реализовать комплексную систему безопасности, состоящую из разных типов заграждений. Кроме этого, данные изделия могут быть установлены на быстро развертываемые комплексы заградительного типа. Мы сейчас с вами посмотрим, как работает эта система. Она на самом деле является умной, как работают нейросети. Я сейчас попробую воздействовать на элементы заграждения, на профлист. Вы видите, как бегут сигналы. Я сейчас имитирую воздействие, пролом или перелаз. Это идет воздействие на профлист. И вы сейчас видите в переключении на другую вкладку оператора, вы видите, что мы уже получили сигнал тревоги, нейросети отработали и выдали оператору сигнал тревоги. Естественно, это может быть визуализировано в удобном для оператора виде, использовании граф-плана. На этом мы сейчас смотрим живое, в прямом режиме, в прямом эфире сигналы с блока обработки картечи. Я сейчас приоткрою вот этот вот замечательный корпус, и вы видите, как же выглядят нейросети. У всех, наверное, вопрос, как же выглядят нейросети. А нейросети выглядят следующим образом. Внимание! Они выглядят вот так вот. Такой вот программно-аппаратный комплекс. И вот там внутри спрятаны нейросети, если быть более точным, это два модуля, да, нейросетевых модуля, стоящие из двух. Первый нейромодуль состоит из четырехслойной сети, второй из двухслойной сети, если вот немножко таких технических подробностей. И вот этот блок обработки устанавливается на участке, он подключается к вибродатчикам. Информация с вибродатчиков поступается, обрабатывается искусственной нейросетью и уже визуализируется, естественно, на графплане без вот таких вот сложных сигналов. Это мы просто здесь показываем принцип работы этого изделия. Он интегрируется в любые существующие комплексы технических средств охраны. Например, комплекс технических средств охраны Кедр-СМВ, который написан под Астролинукс. Он принят на снабжение вооруженных сил Российской Федерации в июле этого года. И еще, завершая тему интеллектуализации, я просто хочу показать, что на самом деле при воздействии даже на сетку мы тоже видим, как срабатывает средство обнаружения, картечь на основе искусственных нейросетей. И сейчас при переключении вкладку мы смотрим, тоже сработала тревога. И также, соответственно, у оператора мы увидим это все в соответствующем виде, тревогу отображенную на армии оператора. И в завершении знакомства с нашей экспозицией мы хотели бы показать комплексный компьютерный тренажер тактической и технической подготовки. Я даже подойду ближе к монитору для того, чтобы прокомментировать некоторые его особенности. Соответственно, сам комплексный компьютерный тренажер состоит из нескольких модулей. Это модуль 3D-моделирования. Вы можете отмоделировать, во-первых, любые погодные условия. Вы можете отмоделировать 3D-объекты. Вы можете какие-то объекты убрать, какие-то объекты модернизировать. Самое главное, что это дает этот комплексный компьютерный тренажер. Он состоит еще из электронного обучающего комплекса, электронного учебного пособия, модуля 3D-моделирования, модуля моделирования боестолкновений. И вот мы сейчас, кстати, демонстрируем, как можно легко убрать или построить новое изделие. Но что дает с точки зрения интеллектуализации, физической защиты, вы видите, здесь в реальном режиме изображены разные типы средств обнаружения для защиты периметра. Вы подключаетесь к библиотеке данных. Оператор может посмотреть вплоть до документации, руководство по эксплуатации, функционную документацию и все. Можете посмотреть краткие технические характеристики. И применительно уже к боевому использованию, вы видите, здесь большая есть база данных российских и зарубежных технических средств охраны. Подгружая требуемое изделие из этой базы данных и размещая ее на 3D-подложку, рельефа, объект, вы получаете следующую возможность. Она переносится, естественно, своими характеристиками. И в соответствующем 3D-виде это все отображается у оператора. И он может посмотреть, какая же все-таки зона обнаружения, наложить воздействие природных условий на зону обнаружения, зону чувствительности. Либо самого средства обнаружения, либо системы телевизионного наблюдения. Вот мы сейчас попробуем с вами загрузить систему видеонаблюдения. И параллельно посмотреть, какие же мы видим зоны, как их видит сам оператор, как они в динамике будут меняться. То есть это динамическая обстановка. Это фактически уже даже не комплексный компьютерный тренажер. Это ситуационно-аналитическая платформа, которая позволяет, кроме того, что отмоделировать вот такие вот реальные условия, она еще позволяет вживую завести средства обнаружения, средства охранного телевидения. И посмотреть, подключившись к живому потоку с этого объекта, еще и наложить сюда элементы поддержки принятия решений. Мы тоже сейчас увидим в этом ролике. Вот так вот выглядит реально типовой какой-то построенный сейчас нами с вами объект с точки зрения его оснащения несколькими рубежами с реальными зонами чувствительности. И при наложении погодных условий здесь мы также будем видеть, что они будут меняться. Можно также отмоделировать на этом компьютерном тренажере разные сценарии. Если мы закладываем сюда группу соответствующей степени подготовки, соответствующим уровнем вооружения, группа, которая нападает на объект, группа, которая защищается, и отмоделировав болотостолкновение, мы получаем результаты, которые можно применить для поддержки принятия решений. И следующий элемент этого компьютерного тренажера, это вот мы уже с вами говорили о том, что есть возможность совместить с реальными живыми системами, которые имеются на объекте. И мы посмотрим, для чего это нужно и как это выглядит или может выглядеть при внедрении этого комплексной системы, комплексного компьютерного тренажера, тактической, технической подготовки. Вот, например, идет... Да, мы сейчас с вами попробуем сымитировать воздействие какого-то средства обнаружения. Я просто нажимаю на эту кнопку, и мы с вами увидим, что же происходит при подключении к реальному компьютерному тренажеру. Мы видим с вами, что включилась видеокамера. Давайте с вами помашем, все поприветствуем или попрощаемся. Вот, собственно говоря, что из себя представляет на сегодняшний день институционно-аналитическая платформа, которая позволяет реализовать не только задачи по комплексному обучению служб охраны, но еще и выполнить сопряжение с имеющимися на объекте средствами обнаружения.